В актовом зале Национальной библиотеки Чувашской Республики специально для преподавателей и библиотекарей общеобразовательных школ Чебоксар и Новочебоксарска состоялась презентация книги «Святые Чувашской земли». Издание было представлено автором, секретаем ипархиальной комиссии по канонизации святых Яродьяконом Иосифом Ключниковым. Книга будет передана в дар библиотекам средних и воскресных школ Чувашии. Педагоги отметили важность издания подобных книг для воспитания юношества. И ее актуальность для преподавания нового школьного предмета «Основу православной культуры». Книга «Святые Чувашской земли» на основе архивных документов рассказывает о подвижнической и мученической жизни людей, живших в Чувашии и осветивших ее своими духовными трудами. В ней 14 биографий святых. Особое внимание автор Яродьякон Иосиф Ключников, секретарь комиссии по канонизации святых Чебоксарско-Чувашской епархии, уделил детству и юности подвижников. Поэтому книга, написанная для всех, особенно поучительна будет для детей. В ней доступным языком объясняет и смысл подвига святых. Издание «Святые Чувашской земли» было подготовлено на средства, предоставленные благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. 75 лет назад на Чувашской земле лилась кровь христиан. Прямо или косвенно с Чувашией связаны 25 прославленных новомучеников российских, которые родились, учились, служили, страдали или умерли на этой земле. В советское время многие священнослужители были судимы и отбывали срок наказания в ссылке или в лагере. Некоторые были расстреляны или погибли в заключении. С августа 1937 года по октябрь 1938 в Чувашии было убито путем расстрела около 600 человек. В 1940-е годы это число увеличилось. Среди убитых было около 30 священников и церковнослужителей. Это герои духа, которые выдержали испытаний и достойно приняли смерть за веру христианскую. Очень, конечно, хочется, чтобы именно эта героя, как бы в правильной степени разрушила это отношение, которое, в общем-то, нас так воспитывает имя, что все, что касалось и грехи, это было плохо. Ведь очень важно от педагогов зависеть, как будет подача ресурсов, насколько она будет объективна. Но мы не можем сказать, что да, вот сейчас власть такая, власть это потом уже была, но истина не меняется. Какая бы власть ни была, она не придерживается истины, а истина как раз и вам будет. Что дают знания о подвижниках молодому поколению? Прежде всего, формируют чувство патриотизма, учат ценить историю предков и беречь святыни родной земли. Обращение к подвигу мучеников нового времени XX века, которые жили и пострадали на Чувашской земле, это путь к восстановлению исторической памяти народа. На презентации выступили представители Министерства образования Чувашской республики и педагоги. И отметили важность новой книги для преподавания курса основ православной культуры и правильного понимания истории. Выразили благодарность автору за труд. Я думаю, что вообще представитель школы как факультатив изучалась еще с 2006 года в репе школы. И поэтому для этих педагогов, которые уже любые педагоги прошли опыт, это не было совершенно похожим там. Люди в любых ситуациях, в условиях строительства коммунизма, социализма отстаивали истину, веру. И сколько бы мы ни говорили о разных модных влияниях и тенденциях модернизма и постмодернизма, мы всегда будем говорить о том, что есть истина. Поэтому для нас важно, для нас, живущих на земле Чувашской, узнать о людях, которые эту веру пронесли через все перипетии 20-х века. В завершении презентации дети из православного класса Чебоксарской начальной общеобразовательной школы номер один выступили с концерта. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ